Виктор Колесник служил в войсковой части неподалеку от Чернобыльской атомной электростанции, когда случилась катастрофа. Ему было 26 лет. Он был командиром автомобильной роты. Почти месяц Виктор Павлович принимал участие в реквидации последствий аварии, обеспечивал работу правительственной комиссии, охранял военный городок, эвакуировал технику. Я проходил службу в качестве офицера. Я был в войсковой части 74-939. Это военный городок Чернобыль-2. Мы находились в 10 километрах от атомной станции. И вот на момент аварии, это было в субботу, а в субботу был обычный парк-хозяйственный день. Я был командиром автомобильной роты. Ну, занимались обслуживанием техники, наводили порядок. И что интересно, что в 13.00 нам должен был приехать часть с выступлением директора атомной станции Брюханова, как делегат 27-го съезда партии. И мы там наводили порядок, ждали его приезда. А перед обедом нас приглашает в ГДО, в городской дом офицеров, командир части. Ну, мы думали, что это в связи с этим событием. А нас собрали в конференц-зале и впервые сказали, что произошла авария ночью на Чернобыльской атомной станции. Ну, там как-то так никто еще не знал, что там произошло. Просто сказали авария, погибло два человека. И все, и нас отпустили. Ночью ничего не было слышно. Что интересно, это было с пятницы на субботу. Была прекрасная погода. В это время вечером был фильм французский «Большая прогулка» кинокомедии двухсерийных. Люди гуляли по городку, ну, где-то до часа-то точно. И никто ничего не подозревал, что это последняя мирная ночь. В пятницу утра опять подняли по тревоге, собрали опять все командование. Ну, и опять сказали, что, возможно, даже эвакуация. А потом, в воскресенье, нас опять всех построили и началась эвакуация. У нас было пять домов в городке. К каждому подъезду подогнали автобус. Сказали жильцам, чтобы с собой ничего не брать, кроме ценных вещей и документов. И сказали, что вернемся к майским праздникам, вернемся домой. Но в это же время у нас в части дали команду быть готовым к сдаче оружия на склады. Ну, поскольку я служил войск противовоздушной обороны, ну, к оружию очень серьезно все было отношение, там, охрана и так дальше. И вот это, что сдача оружия, это уже очень серьезно. И вот даже не было ни ящиков куда ехать. В плащ-палатке мы это все грузили и несли на оружейный склад. И вот только мы привели солдат с этим оружием, со старшиной. И тут кто-то говорит, что уже семьи эвакуируют. Ну, я сначала старшину отпустил попрощаться с семьей, потом сам побежал. А после этого меня пригласил командир части, вызвал вернее. И поскольку я был командиром автомобиля роты, техника у меня была, он сказал, что к нам приезжает правительственная комиссия. По главе с Борисом Евдокимовичем Щербиной, это заместитель председателя Совета Министров. И вот наша задача их встретить, разместить и обеспечить их работу. Ну, через час где-то мы с командиром части пошли на КПП его встречать, встретили. Он такой большой начальник был, но он так вел себя очень скромно, поздоровался с нами, пошли в кабинет командира части. Он написал мне записку, чтобы я поехал в Чернобыль, ну, сам город Чернобыль, райисполком, и получил на них там все принадлежности, чтобы обеспечить жизнедеятельность. Их там 100 человек где-то было. Ну, я поехал туда. Но что удивило, что никто еще, мне кажется, не понимал, что произошло. Едем в село, по трассе едут колонны машин, а люди пашут огороды. Не хотел никто эвакуироваться, и как бы никто даже не верил, что это происходит. Приехал я в Чернобыль, в райисполкоме царит опять же такая какая-то непонятная неразбериха. Этот руководитель, которому мне нужно было обратиться, он только с отпуска вышел, тоже ничего не знает, что происходит. Ну, я ему показал эту записку, он долго не верил, что как это по записке выдать там материальные средства, все строго было. Ну, потом он дал команду, мы все это грузили. Ну, все, я привез это все в часть, разместили мы членам комиссии. И вот, дальше моя задача была в том, чтобы обеспечить их работу, охранять военный городок. Потому что все были эвакуированы, в том числе и ротоохраны. И обеспечить всем необходимым личным составом. Баня у нас была, ну, наверное, раз в пять в день. Приходили в баню, все, одежду все у нас забирали, выдавали новую. В столовой были шведские столы накрыты, то есть в любой момент можно было прийти, там, поесть. Ну, и так вот это продолжалось, вот, в течение апреля, май. Потом была задача эвакуировать всю технику, имущество, ну, чем мы и занимались. Потом уже, когда нас вывезли под Киев в летние лагеря, там были училища военные, Квирту. И оттуда, это уже где-то конец мая, меня на несколько дней отпустили искать семью. Ну, а семью сначала в Киеве, тоже они были в этих лагерях, а потом они уехали на Черниговщину, на родину родителей. И вот я их уже нашел где-то в конце мая. Ну, и что интересно, связи никакой не было, ничего нельзя было, не позвонить. Ну, короче, были в неведении, где кто находится, все нашлись. Нам потом дали путевку в военный санаторий. Ну, а в конце сентября, где-то в сентябре, нас уже распределили по другим частям. Субтитры создавал DimaTorzok